МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие зрители! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! Встречайте новый день с нами. Нас с вами Наталья Гончарова и Елена Краева. И сегодня вы увидите в нашей программе Важно мнение каждого. На портале Добродел губернатор Московской области запустил онлайн-опрос на темы развития региона. Гарант безопасной жизни. В Подмосковье ведут активные работы по замене гибкой подводки и установке датчиков загазованности. С соблюдением графика депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил строительство детского сада в Ново-Ивановском. Надежная система. О целях и принципах работы, планах на 2023 год жителям рассказала директор муниципального центра управления регионом. Цифровизация торгов. В инновационном центре Сколково прошел форум-выставка «Гоззаказ». В память о ликвидаторах. На главной площади Одинцова состоялся ежегодный забег в честь 37-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Сегодня 27 апреля. В этот день, в 1963 году, кубинский лидер Фидель Кастро впервые приехал в СССР. Визит продлился 40 дней. За это время команданте успел объехать всю страну. Посетил секретные военные базы, атомную подводную лодку, заводы. Пообщался с верхушкой власти и простыми советскими людьми. И даже прогулялся по ночной Москве без охраны. Кубинский революционер стал первым иностранцем, который поднялся на трибуну Мавзолея и получил звание Героя Советского Союза. Какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 27 апреля в нашей следующей рубрике. 27 апреля 1636 года на берегу реки Цна основали город Тамбов. Создал его государев-стольник Роман Бабарыкин в качестве опорного пункта московского государства в районе Дикого поля. Тамбовская крепость состояла из Острога и города Кремля. Стены крепости были срублены из дуба в два связанных между собой ряда с земляной засыпкой и усилены сторожевыми башнями. А в 1960 году в этот день на экраны советских кинотеатров вышла первая серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная Александром Ивановым. Фильм стал лидером проката, его посмотрели более 30 миллионов человек. Сегодня отмечают ряд профессиональных праздников. День российского парламентаризма, праздник, посвященный работникам парламента и законодательных структур объектов Российской Федерации, а также День вахтовика и День специальных частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 27 апреля родились советский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов, а также актер театра и кино, народный артист России Александр Лазарев. Сегодня свой 90-й день рождения отмечает советский и российский педиатр и хирург, детский доктор мира, общественный деятель Леонид Рошаль. С 1970 года Леонид Михайлович – главный внештатный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области. С 2003 по 2015 год он был директором Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас Леонид Рошаль здесь же занимает должность президента. И к новостям округа. Губернатор Московской области запустил онлайн-опрос на портале Добродел, чтобы узнать, какие изменения в своем округе жители уже заметили и каких перемен ожидают в будущем. Направления самые разные. Строительство школ и детских садов, ремонт подъездов в многоквартирных домах, модернизация медицинских учреждений, обустройство новых скверов. Каждый может внести свою лепту в развитие региона. Полина Толмачева подробнее. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил онлайн-опрос жителей Подмосковья. Здесь можно оставить свое мнение о заметных изменениях в регионе, а также о том, на что в дальнейшем следует обратить внимание. Глава региона подчеркнул, сотрудничество властей и жителей Московской области возможно только через диалог. Наша задача – спросить о том, какие перемены в своем дворе, в своем городе наши дорогие жители заметили и какие проблемы они считают самыми главными в предстоящем периоде, в ближайшей перспективе. Впереди традиционное ежегодное обращение губернатора, которое состоится во второй половине мая. До этого времени любой активный гражданин может пройти опрос на портале Добродел. Анкета состоит из двух вопросов. Первый – какие изменения за последние годы вы заметили в своей территории, в своем округе. А второй вопрос – что еще нужно сделать, чтобы стало лучше, чтобы жизнь была комфортнее. Поэтому призываю и жителей, и, соответственно, всю команду принять участие в этом вопросе и поделиться, что называется, обратной связью. Жители Одинцовского округа отмечают положительные изменения в сфере благоустройства. Мне очень нравится в лесу, что есть дорожки. У меня еще есть младший ребенок. Я с коляской там гуляю, и тоже очень удобно. Посмотришь, вот современные площадки, которые строят сейчас, это просто фантастика. Там ребятишки бегают, смотрят, им увезти невозможно. Я сам хожу иногда качаюсь на качели. По мнению респондентов, упор следует сделать на содержание территорий, а также обустроить народные тропы и отремонтировать дороги. У нас по-прежнему очень много мусора, я бы на самом деле улучшил качество уборки. Вот она дорожка, но она раскисла. Дождик пройдет, грязно будет. А вот что стоит ее благоустроить? Подсыпать, чуть-чуть заасфальтировать, будет народ ходить. Видите, у нас в детской поликлинике асфальт такой, уже старенький, чтобы как бы наблагородить именно тротуарчики. Каждая анкета поможет сделать регион лучше и комфортнее. Также после завершения голосования с помощью генератора случайных чисел выберут 100 участников, которым подарят брендированную футболку губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье ведут активные работы по замене гибкой проводки и установке в муниципальных квартирах датчиков загазованности. Ведь исправность газового оборудования – гарант безопасной жизни в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях. Какие еще мероприятия в этой сфере проводят на территории Одинцовского округа, рассказал заместитель главы администрации Михаил Каратаев в ходе еженедельного совещания. В Подмосковье губернаторская программа социальной газификации набирает обороты. В регионе появилось множество новых потребителей природного топлива. Чтобы обеспечить безопасность собственников домов и квартир, в Московской области начинает действовать новая модель обслуживания газового оборудования. Мы выступили инициаторами того, чтобы ужесточить требования к газовому обслуживанию. С 1 января 2024 года это будет делать уполномоченная организация. Но сейчас идет большая работа по подготовке, анализу, контролю за состоянием оборудования. В Одинцовском округе газифицировано 1336 многоквартирных домов. В них проживают более 160 тысяч человек. Установлено около 80 тысяч плит и 5,5 тысяч проточных водонагревателей. Голубое топливо – источник повышенной опасности для жизни и здоровья граждан. Поэтому его использование и своевременное обслуживание требуют особого внимания. Очень важно, чтобы компетентные специалисты регулярно проверяли газовое оборудование, чтобы у них всегда был доступ в квартиры для проведения такого обслуживания. Обслуживание газового оборудования в МКД делится на внутриквартирное и внутридомовое. Первое – зона ответственности жильцов. Второе – управляющие организации. Для обеспечения безопасности граждан в Подмосковье стандартизировали техническое обслуживание и запустили акции «Установка датчиков утечки газа» и «Гибкая подводка-2023». Акция «Гибкая подводка» призвана обратить внимание жильцов на то, что газовое оборудование подключено к системе газораспределения специальной газовой подводкой, которая требует замены при достаточно длительной эксплуатации. Современная газовая подводка имеет срок эксплуатации 15 лет, а если это старого образца либо резиновая подводка, то он заканчивается на трех годах, так как резина имеет свойство деградировать. Также регулярного мониторинга требует газовый вентиль и проводится отслеживание утечек газа в автоматическом режиме. В муниципальных квартирах газоанализаторы устанавливаются за счет бюджета. Для того, чтобы стимулировать жителей муниципальных квартир к установке датчиков загазованности, а также обеспечить доступ, принято решение о внесении изменений в порядок расчета платы за найм жилых помещений. И в случае отказа от установки САКСа или непредоставления доступа, размер платы будет за найм увеличиваться в два раза. Помимо своевременного обслуживания газового оборудования в МКД, внимание уделяется и частным домам. Проверки здесь проводятся ежегодно. Внутри сажи нет в котле, это говорит о чем, что у нас правильное сгорание. Все обращения граждан специалисты газовой службы отрабатывают в сжатые сроки, а небольшие неполадки устраняют на месте. Посмотрел на утечки наружный внутренний газопровод, посмотрели состояние котла. Оказалось, то, что его необходимо почистить, мы почистили, продули. Также проверили работоспособность системы безопасности. Все работает, убедились, подписали документы, заключили договор. Главная задача жителей – обеспечить доступ в свое жилье, чтобы специалисты вовремя смогли проверить исправность газового оборудования. Своевременное ТО – залог безопасности. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Строительство детского сада в поселке Ново-Ивановское проверил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Все работы идут согласно графику, и уже 1 сентября 300 малышей придут в дошкольное учреждение. Материал Екатерина Крамор. Возведение внешней части объекта, внутренняя отделка и проведение коммуникаций. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход строительства нового детского сада в поселке Ново-Ивановское. Вот мы видим, что возведены основные капитальные конструкции. Детский сад большой, серьезный, и он как раз очень поддерживает состояние социальной сферы Ново-Ивановского. Трехэтажное здание будет вмещать 13 групп детей разного возраста на территории дошкольного учреждения. Также будут обустроены групповые площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые комплексы. Садик на 300 мест рассчитан. Общая площадь 4100 квадратных метров. Это один из двух садиков. Дальше планируется еще один садик и плюс пристройка к лице существующему. Все работы на объекте идут без отставаний. Полностью строительство детского сада в Ново-Ивановском закончат к сентябрю этого года. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». За два с половиной года муниципальный центр управления регионом в нашем округе зарекомендовал себя как надежная система по сбору обращений жителей, а также контролю своевременного и качественного исполнения заявок. О целях и принципах работы, планах на 2023 год, жителям рассказала директор МЦОРа Елена Меншикова в ходе брифинга. Сейчас практически каждый знает, куда можно обратиться с проблемами в сфере ЖКХ, медицины, экологии и другим. На портале Добродел или в социальных сетях граждане оставляют свои пожелания, указывают на недочеты и нарушения. А центр управления регионом, в свою очередь, не оставит их без внимания. Для нас все вопросы являются важными. Если жители нам пишут о том, что у них есть удобный для них пешеходный переход, где они перемещаются на социальные объекты, на любые объекты, которые им удобны, но при этом интервал работы светофора не совсем им удобен, и то количество людей, которые регулярно скапливаются на этих пешеходных переходах в ожидании времени, которые указывают светофор для возможности перемещения пешехода, мы тоже обращаем на это внимание. За первый квартал 2023 года в центр поступило более 26 тысяч обращений, а это на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Именно принцип обратной связи позволяет сделать городскую среду и жизнь в округе лучше. При этом пожелания жителей всегда в приоритете. Мы стоим очень часто перед выбором пойти по букве закона или пойти по эмпатии, человеческому фактору взаимодействия и желания помочь. Очень часто управляющие компании нам сообщают о том, что в рамках только общего собрания с собственниками можно поставить лавочку, потому что это определенные средства, ресурсы. Но стоит отметить, большинство управляющих компаний на 99,9% все-таки ломают свои стереотипы и идут нам навстречу установка лавочек, возможно где-то ограждение. Любые сроки по решению проблем мы стараемся сократить, говорит Елена Меншикова. Проработка любого вопроса ведется целой командой специалистов. Подключается администрация округа. Ни один вопрос глава муниципалитета не оставляет без внимания и контроля. Для еще большей эффективности каждый второй четверг месяца в МЦУРе будет проводиться день открытых дверей. Есть два пути взаимодействия. Или просто посетить ЦУР, приехав к нам, придя к нам, и посмотреть, как мы работаем, дать свою обратную связь. Есть второй момент, когда можно записаться, озвучить перечень вопросов. Мы подготовимся к этим вопросам. Если необходимость будет, мы пригласим к себе службы, чтобы встреча была более эффективной. Такое взаимодействие еще больше сократит путь от пожеланий жителей до принятия конкретных решений, улучшит показатели. При этом горожанам необходимо давать объективную оценку работы центра, уверяет Елена Меншикова, чтобы сделать его деятельность еще более эффективной. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Переходим к новостям Москвы. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая. Автостоянку с тарифами 380 и 450 рублей придется оплатить 30 апреля и 7 мая. Парковки со шлагбаумом станут работать по своей обычной стоимости. О других событиях узнаем прямо сейчас. 51% респондентов отметили, что решить проблему помогает установленный в машине видеорегистратор. Первый пик активности комаров в столичном регионе ожидается в мае. Поскольку температурный фон находится на благоприятном для комаров уровне, остается дело за малым – получить достаточную влажность воздуха, необходимую для их активности. Сейчас как раз начались дожди, отмечают эксперты. Бояться комаров как переносчиков инфекции особо не стоит. В условиях климата средней полосы России они фактически не переносят никаких заболеваний. Фестиваль барбекю и фудтраков состоится в Московском парке «Сокольники» с 28 апреля по 1 мая. Гости мероприятия смогут посетить более 40 точек питания и попробовать рыбу, бургеры, хот-доги, салаты, лимонады и шашлык из всех видов мяса. Повара будут готовить еду на глазах у посетителей. Оставайтесь с нами и сейчас вы увидите в программе. Цифровизация торгов в инновационном центре «Сколково» прошел форум-выставка «Гоззаказ». В память о ликвидаторах на главной площади Одинцова состоялся ежегодный забег в честь 37-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Про людей преподаватель образовательного центра «Флагман» победила в конкурсе «Учитель года-2023». И продолжаем новости нашего округа. Форум-выставка «Гоззаказ» прошел в инновационном центре «Сколково». Одной из тем мероприятия стали обновления законодательства в сфере реализации государственного и муниципального имущества, а также планы развития платформы по цифровизации торгов. Репортаж Екатерина Крамер. Электронные документы оборот, автоматизированная проверка организаторов имущественных торгов и другие обновления. Изменения в сфере продажи государственного и муниципального имущества обсудили во время специальной сессии на форуме выставки «Гоззаказ». Эта тема взаимосвязана, тема, как иначе, связана с проведением торгов, с электронными сделками, с владежами, с клиентами, с их регистрацией, с электронными площадками. Поэтому темы очень близкие по своим смыслам, по экономическим смыслам, они являются очень важными сейчас особенно. С 1 апреля этого года 68 видов торгов перешли в новую систему «ГИС-торги». Теперь благодаря этому доступно заключение договоров в электронной форме, а также их поиск и фильтрация. Также выполнены доработки, которые обеспечивают взаимодействие системы с Единым государственным реестром недвижимости. Появлением обновленной платформы уже были отмечены значительные успехи. У нас приведено более 300 тысяч торгов на сумму более 60 миллиардов рублей. И, конечно же, повышение на торгах, то есть повышение стоимости продажи имущества составляет более 25%. Через 25% в этом взяли средние. На самом деле есть случаи, где и на 50, и на 100% увеличивается стоимость продавания имущества, что позволяет привлечь больше денег в бюджет и бюджетную систему РФ. Одно из главных преимуществ системы – публичность, проходящих сквозь нее данных. Благодаря этому сфера имущественных отношений стала прозрачной от коррупционных факторов. На будущее планируют перевести все торги и процедуру заключения сделок в электронный формат. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Переходим к новостям России. С 2023 года в России ежегодно будет проходить международный чемпионат по битве роботов. Мероприятия направлены на популяризацию инженерной мысли и поддержку цифровых технологий. Как отметили организаторы, благодаря роботам у детей появится возможность узнать о работе искусственного интеллекта на живом примере. О других новостях России смотрите в следующей рубрике. Россиянам, кому исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается ежемесячная доплата к пенсии. В беззаявительном порядке пенсионерам полагается 7,5 тысяч рублей к основной сумме. Также в мае пересчитают пенсию тем, кто представил в апреле дополнительные документы для учета нового стажа. Акция «Георгиевская лента» стартовала на всей территории России. В ней примут участие более 30 тысяч волонтеров. Первыми к памятному событию присоединились дальневосточные регионы Российской Федерации. Так, на Камчатке акцию запустили у памятника танку Т-34. Полутеневое затмение Луны пройдет 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Продлится оно более 4 часов, но наблюдать за ним можно будет только при условии ясной погоды во всех регионах России, кроме Чукотки и Таймыра. И вновь к новостям округа. По итогам муниципального конкурса учитель года 2023 победила преподаватель химии образовательного центра «Флагман» Ольга Славнецкая. О подготовке к проекту, школьном коллективе и непростом пути в своей карьере учитель рассказала нашей съемочной группе. Сюжет Полины Толмачевой. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь, пожалуйста. Педагог образовательного центра «Флагман» Ольга Славнецкая стала победителем муниципального конкурсного проекта «Учитель года 2023». Победа заслуженная и долгожданная. На самом деле это была третья попытка. Первая попытка была, когда я только пришла работать в эту школу. Потом на следующий год сложились так жизненные обстоятельства, что мне пришлось уйти по состоянию здоровья. Ну и в этом году я сказала, я хочу выиграть. Я уже намозолила вам глаза. Мне нужно выиграть. И я выиграла. Конкурс длится в течение полугода и проводится в три тура с различными испытаниями. Разговор с учащимися, защита педагогического проекта, открытая дискуссия и другими. Чтобы стать лучшей из лучших, приходилось тщательно готовиться, и каждый этап – это бессонные ночи, вспоминает Ольга Николаевна. Любой профессиональный конкурс, мне кажется, это большое испытание. Большое испытание здесь не только твои профессиональные навыки, но и, конечно, целеустремленность, упорство, высокая работоспособность. То есть участие в конкурсе не отменяет твою ежедневную работу в школе, а только накладывает дополнительные обязанности. Таких высоких результатов не удалось бы достичь без поддержки коллег и помощи администрации школы, признается педагог. Наш образновательный центр, он достаточно новый. И прийти в новый молодой коллектив, большей частью, где все такие же с горящими глазами педагоги, как и ты. И все из разных регионов, все стараются друг другу помочь, чему-то научить, что-то рассказать. Плюс администрация нашей школы, она очень лояльна, всегда идет навстречу, всегда открыта любым новым идеям и пожеланиям. В профессии педагога Ольга Славнецкая шла 10 лет. После окончания института с красным дипломом в школу идти побоялась и успела поработать в разных сферах. Но после появления семьи поняла, что накопила достаточный жизненный опыт и вернулась к детям. Успех в этой профессии, он возможен только тогда, когда человек может что-то открыть детям мир. Когда он сам уже что-то увидел, что-то испытал, сделал какие-то ошибки во взрослой жизни. Тогда он может сказать, мир огромен, многогранен, ошибаться можно, это не страшно. Сегодня Ольга Славнецкая – опытный учитель с 7-летним стажем, собственной педагогической методикой и большой любовью к детям. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». А теперь о новостях мира. Китай планирует собрать и доставить на Землю 500 грамм образцов марсианского грунта. Для этого посадочный сегмент сможет использовать шагающего робота или вертолет, похожий на беспилотный роботизированный аппарат. О соответствующих планах рассказали на Международной конференции по наукам о глубоком космосе. О других новостях мира смотрите прямо сейчас. Совместную Российско-Тайландскую комиссию по двухстороннему сотрудничеству проведут Россия и Таиланд в Бангкоке 26 и 27 апреля. В ходе переговоров обе стороны обменяются мнениями о том, как дальше продвигать и развивать сферы экономики, науки, сельского хозяйства, культуры и образования. С 1 июля в Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие поправки в Трудовом кодексе страны подписал президент Касым Жамар-Такаев. Нововведение коснется отдельных производств. При этом останется возможность чередовать четырехдневную рабочую неделю с пяти- и шестидневной. Общим выходным днем для любой из этих форм останется воскресенье. Дополнительные же дни будут устанавливаться коллективным договором или правилами трудового распорядка. Участники 69-й длительной экспедиции, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, продолжают готовиться к работам за бортом Международной космической станции. Во время выхода в космос им предстоит перенести манипуляторам шлюзовую камеру, которая предназначена для транспортировки за борт МКС полезных грузов и их возвращения внутрь станции с модуля «Рассвет» и пристыковать ее к модулю «Наука». Экипаж проведет на орбите не менее 370 суток. Это станет новым рекордом для МКС. На Землю космонавты вернутся в сентябре. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла, ночью около плюс 13. Ветер переменных направлением 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Геомагнитное поле спокойное. Что день грядущий нам готовит? Признавайтесь сегодня в любви и помогайте тем, кто вам дорог. Мы слишком много работаем и не всегда замечаем, как близкие нуждаются в нашей поддержке и добром слове. Подробнее о сегодняшнем дне в нашей рубрике «Гороскоп». Овны, сегодня вас что-то обязательно порадует. Но это стоит оставить в секрете. Ведь, как известно, счастье любит тишину. Тельцы, дела пойдут как по маслу. Сейчас лучше мечтать по-крупному. Даже самые безумные идеи могут выстрелить в будущем. Близнецы, у вас будет размеренный и неторопливый день. Займитесь текущими делами и не пытайтесь успеть сделать слишком много. Раки, впереди вас ждет насыщенный день, который точно порадует вас новыми идеями и знакомствами. Львы, в этот день не получится добиться достижения важных целей. Он будет полон мелких задач и суеты. Сами не заметите, как наступит вечер. Девы, сегодня вы приблизитесь к исполнению своей мечты. И, вероятнее всего, уже очень скоро ваше самое заветное желание исполнится. Весы. Скоро рядом появятся те, кого вы давно не видели. Это будет неожиданно, но не торопитесь делать выводы. Может быть, им что-то от вас понадобилось. Скорпионы. В жизни есть место не только для упорного труда, но и для развлечений. Скорее зовите своих друзей. Вам необходимо отдохнуть и наполниться положительной энергией. Стрельцы. Ждите перемен. Совсем скоро в вашей жизни появится что-то новое и принесет положительные изменения. Козероги. Обратите внимание на мелочи, которые ранее казались совершенно бесполезными. Именно они помогут в делах и сыграют важную роль в ситуации, связанной с чьей-то проблемой. Водолеи. Что бы ни случилось, не теряйте смелости и идите до конца. Особенно такое настроение будет чувствоваться во второй половине дня. Рыбы. Харизма точно поможет вам в этот день. Начало новой карьеры, учебы или важный проект – все будет даваться легко. На этом наш выпуск подошел к концу. Пусть этот день будет для вас очень счастливым и принесет много незабываемых моментов. Удачного вам дня. Всего самого-самого доброго. И оставайтесь с нами. Увидимся завтра. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин